Динамо – некогда визитная карточка бендерского футбола, ныне заброшенный пустырь. История деградации ведется с 2006 года, когда стадион вместе с бассейном «Дельфин» передали с баланса Управления физической культуры и спорта ведомство УВД города, где объекты числятся по сей день. В период с 2006 года по 2012 год велось строительство, на что были затрачены коммунальные услуги по воде, свету, соответственно, по двум этим объектам. Но бюджетная организация УВД города Бендера не имеет возможности погасить данную задолженность. Поэтому мы, УВД города Бендера, просим либо внести изменения, дополнения в решение Горсовета в источники финансирования, а также помочь погасить данную задолженность. Динамо и «Дельфин» передавали безвозмездно, но с так называемыми обременительными условиями. Бендерское управление внутренних дел должно было привести объекты в надлежащий вид, которыми затем могли пользоваться воспитанники спортивных школ города. Цели были благие, надежды большие, но тщетные. Во-первых, УВД не имело возможности финансировать ремонтные работы. Во-вторых, стадион и бассейн – объекты незаконченного строительства. Там идет ряд перепланировок, что-то достроено, что-то перестроено. И опять-таки этот объект все еще является незавершенным строительством. То есть в соответствии с действующим законодательством у нас на данный момент нет ни организации, ни учреждения, которые имеют право принять это на баланс. Это объект незавершенного строительства. Неоднократно стадион и бассейн предлагали вернуть ведомство управления по спорту. Но так как объекты все еще не узаконены, акт приема передачи тянется уже три года. Вместе с тем копятся и долги. УВД хочет передать обратно городу, да, на УФК и спорт. Так извините, а куда эту задолженность? Кто ее возьмет, когда сейчас в бюджете каждый год утверждается лимит в натуральном форме? Это нонсенс, такого не может быть. 540 тысяч – это на кого сейчас повесить? Для того, чтобы «Динамо» и «Дельфин» могли перейти из запустения в фазу преображения, нужно завершить начатые когда-то строительные работы и рассчитаться с долгами. Управления по физической культуре и спорту согласны принять объекты на свой баланс, но без задолженностей. Если будет решен этот вопрос, конечно, мы бы очень хотели, чтобы нам передали данные объекты, потому что у нас специализированная детская и юношеская школа номер 3 «Легкая атлетика». Не обеспечена материальной базой, спортивной материальной базой для проведения учебно-тренировочных процессов. Они вынуждены заключать договоры с общеобразовательными школами для проведения тренировок. «Дельфин» – единственный и, увы, не действующий бассейн города. Его реконструкция возможна, нужны только финансы. А при дефицитном бюджете это сделать крайне сложно. Там нам нужна относительно небольшая сумма, то есть по скромным подсчетам это надо порядка 2 миллионов рублей на восстановление самой конструкции и начало работы. Но дальше у нас идет расходование средств из бюджета на коммунальные услуги, на тренерский состав и так далее. А каждый год принимается закон о бюджете, где не разрешается увеличение расходов из бюджета. То есть действующим законодательством мы ограничены. Искать дополнительные финансы инвесторов или же внести заявку на реконструкцию по линии «Ано-Евразийская интеграция» – варианты дальнейшего развития истории стадиона «Динамо» и бассейна «Дельфин». Оба объекта имеют славное прошлое и, к сожалению, неясное будущее. Анна Денисова, Иван Зелинский и Евгений Никонов. Бендерское телевидение.